Передайте всем, кто не пришёл, у них есть срок сегодня-завтра. Найти, подойти и определиться с тем, что они будут работать. Тянуть время больше нельзя. Значительные доли предприятий, работающие на территории бывшего химзавода, несмотря на неоднократные предупреждения районной администрации и Роспотребнадзора, продолжают держать в секрете сведения о воздействии на окружающую среду. Из-за таких молчанов вот уже 10 лет невозможно обосновать площадь единой санитарно-защитной зоны вокруг промплощадки. Речь идёт о 45 организациях, потенциальных загрязнителях окружающей среды, из которых раскрыли информацию о себе только 12. Это обстоятельства настораживать надзорные органы, которые в очередной раз попытались собрать резидентов за столом переговоров. В 2018 году вышло постановление правительства 222-е кату от 3 марта, которое обязывало все предприятия, которые могут быть потенциальными источниками загрязнения, значит, разработать проекты и утвердить в течение двух лет был срок, а те предприятия, которые не имеют санитарно-защитной зоны, должны получить документ, который бы подтверждал, что им санитарно-защитная зона не нужна. Проект единой санитарно-защитной зоны химзавода был разработан в 2008 году, но не был утверждён. Это обстоятельство автоматически накладывает на предприятия ряд ограничений, вплоть до введения запрета на строительство. Чтобы актуализировать работу, требуется собрать от всех резидентов площадки данные о загрязнениях. Для группы предприятий, расположенных по улице Заводская и Дом-2, необходима разработка и утверждение единой санитарно-защитной зоны. До настоящего времени зона не утверждена. Это создаёт ряд проблем, которые связаны с тем, что не осуществляется должная контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе, воздействием вредных физических факторов. Проводить замеры на загрязнение вокруг промышленной площадки необходимо постоянно, так как поблизости расположены жилые массивы. В одном Роспотребнадзоре уверены опасных промышленных объектов, в котором нужна километровая охранная зона, на площадке вдоль улицы Заводской нет. Администрация района и Роспотребнадзор, предприняв, по всей видимости, последнюю попытку достучаться до промышленников, приняла решение обратиться в прокуратуру. Для резидентов это может означать приостановку работы. Но закон, как известно, един для всех.